Международный климатический саммит ООН проходит в Дубае. В его работе примут участие главы государств и правительств более 190 стран мира, ученые и представители гражданского общества. В пятницу делегаты подписали знаковую декларацию, призывающую к совместной работе в области сельского хозяйства, продовольствия и борьбы с изменением климата. Мои коллеги продолжат тему. Будучи крупной и ответственной развивающейся страной, Китай готов сотрудничать с партнерами для построения чистого и прекрасного мира. Об этом заявил спецпредставитель председателя КНР, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, выступая с речью на глобальном саммите по климату в Дубае. По его словам, Китай внес важный вклад в принятие Парижского соглашения и много сделал для его реализации. Страна активно содействует зеленому развитию во всем мире, энергетической революции, а также поддерживает развивающиеся страны в переходе к зеленой экономике. В ходе конференции Дин Сюэсян выдвинул три предложения. Первое – практиковать многосторонность. Второе – ускорить зеленую трансформацию. Третье – соблюдать обязательства и действовать. На встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем, вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Китай является важным участником и лидером глобального управления климатом. Интенсивность выбросов углекислого газа в Китае значительно снизилась. На протяжении 8 лет наша страна находится в лидерах по производству и продаже машин на новых источниках энергии. По дорогам Ганнерфиуня ездит поле половины мирового чистого транспорта. Установленная мощность возобновляемых источников энергии превысила мощности угольной энергетики. По установленной мощности ветровой и солнечной энергии Китай занимает первое место в мире. Страна также лидирует по тамбам роста лесных насаждений. Основная задача климатического саммита – анализ прогресса человечества по достижению целей Парижского соглашения. Делегаты из 134 стран и регионов подписали в пятницу декларацию, призывающую страны к совместной работе в области сельского хозяйства, продовольствия и борьбы с изменением климата. Документ фокусируется на решении проблем выбросов СО2, при этом учитывает интересы сельхозпроизводителей. Международное сообщество готово потратить более 2,5 миллиардов долларов на продовольственную безопасность и инновации в этой сфере. На саммите Стортны проанализируют и оценят эффективность выполнения Парижского соглашения. В результате будет предложен план достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику. Анализ покажет степень расхождения между странами по уровню развития технологий, финансирования и возможностей. Необходимо мотивировать государство на самостоятельный вклад в борьбу с изменениями климата, разработать ограничения по показателям повышения температуры на планете, уменьшить выбросы бородниковых газов. В этой работе международное сообщество должно действовать с обща. Страна-хозяйка саммита ООН по климату в этом году – Объединенные Арабские Эмираты. Это один из крупнейших производителей нефти в мире. Власти ООО рассчитывают убедить международное сообщество в том, что низкоуглеродное будущее возможно без отказа от ископаемого топлива.